доброго времени суток здесь вот такое интересное видео когда серой вешенки там уже песен пропета сколько угодно то именно об экзотике и розовой вешенки материала очень мало здесь вот вашему вниманию именно розовая вешенка сушеным виде но нужно сказать что сушка производилась как бы так ее научно назвать холодным методом то есть холодным это означается она не сушилась путем выпаривания влаги при повышенной каком-то температурном режиме а наоборот сушка производилась холодильнике то есть были собраны вот эти грибочки они стояли какое-то время и получились вот такие сушеные я специально попробую снимать их на вот на белом листочке чтобы вы посмотрели как выглядит вот такая красота большинство грибоводов не большинство какие-то грибоводы жалуются на то что розовая вешенка она жесткая но я им бы возразил на то что то же время насколько если она и жесткая то есть сами сами ноги на которых она растет то же время насколько она и ароматная идет и рик таки рекомендуется употреблять больше как приправу как грибной добавку имеет очень выраженный очень выраженный грибной запах по запаху напоминает что-то ну как белые грибы вот когда она находится в помещении то слышно сильный запах такой вот сильный грибной запах для того чтобы она была вот такого розового цвета на белом фоне нужно ее собирать в таком видите это такие небольшие сростки как примордии как вы понимаете это те грибочки которые остались после сбора основной массы делалась была зачистка блоков ну и мне что-то стало их жалко просто выбрасывать я их вот так собрал и засушил вот так они выглядят и для того чтобы они были такие розынки они молодом виде как видим вот здесь со временем когда они начинают перезревать то розовый цвет у них теряется вот здесь еще видно немножко розовый а здесь они становятся желтыми вот примеру тоже такой же случай поэтому их не нужно переращивать иначе они теряют цвет и вот розовенькие в как их пищу вот употреблять я например добавляю их блюдо я беру просто ножницы и вот сами вот эти розовые лепесточки я их просто ножницами нарезаю в любые блюда в супы или жарку там или куда нужно и получается очень такой хороший выраженный грибной вкус вот такие у нас грибная приправа из розовой вешенки ну и снова я дам такой совет в свежем виде на прилавке эта розовая вешенка выглядит ну просто удивительно она намного помогает быстрее реализовать серую вешенку потому что привлекает очень сильно внимание и естественно ставить разный такой ценовой диапазон на эту вешенку то есть она может быть там немножко какие-то количество денег дороже чем серая вешенка процессе съемки я понял что повествование будет абсолютно неполным если мы все-таки не представим вот вот что мы не представим я даже не поленился и пошел собрал небольшое количество грибов чтобы как бы картина была закончена вот показываем сушеный вариант а вот покажем сейчас их еще свеженьких собратьев так вот давайте посмотрим к сожалению съемка идет при искусственном освещении и цвет немножко естественно техника не передает так например как вижу его я но реально здесь четко мы видим очень красивую розовую вешенку вот такая красота в который раз повторюсь что это очень послушный очень послушные грибочки я еще таких послушных не видел они аккурат в аккурат ровненько в одни и те же перфорации сделанные на блоках красивенько себе зарастают я специально вот посмотрите вот на это те кто говорит что розовая вешенка она мелкая глубоко ошибается вот посмотрите на эту красоту чего она не мелкая но естественно грибочки очень нежные красиво не так выросли видите почти без ножек грибочка очень нежная но конечно не легенькие но но зато красивые давайте мы уже уделим внимание всем вот этим друзьям которые сюда пришли и понаблюдаем за этой красотой сейчас я еще не поленюсь вот это такие кучерявенькие вот приблизительно в этом таком размере их нужно собирать видите когда они начинают перерастать то четко видим разницу по цвету эти светлее вот эти почти красные вот эти светлые очень красивый сам по себе гриб у некоторых людей естественно внешний вид этих грибов вызывает какой-то немного непонятный такой вот как сказать непонимание они думают что это какие-то крашеные грибы или что то что то мы добавляем при при их выращивании ну во первых я всегда на такие такие вот вопросы мне больше всего хочется ответить что дураки дураков каких мало много может что мне хочется сказать это во первых а во вторых то сюда ничего не добавляется вот вот какие какая красота я просто не могу оставить без внимания их всех вот эти вот это что я убираю это такой вариант что сделано плохо мы прошлый раз сделали зачистку и вот то что осталось вот эти остатки немножко так вот испортились и так как грибок опять вот эта вешенка она лезет в одни и те же дырочки очень аккуратно я говорю я еще таких послушных грибов не видел то из-за того что она вырастает те же самых дырочках там приклеились вот остатки те что не были хорошо зачищены вот смотрите какой у нас получился урожай ну и раз уже такое дело я не поленюсь сейчас одну одну минутку для полного сравнения я сейчас еще ставлю паузу сейчас пойду возьму еще серую вешенку и сейчас мы посмотрим как они выглядят на фоне друг с дружкой и так вот я вернулся если на секунду на две минуты сейчас задержусь то у меня испортится переварится зерно вот схватил первое что попалось под руку на улице это уличная вешенка это п 77 они у меня хорошо на улице растут и давайте сравним вот как выглядит розовая вешенка на фоне серой вешенки а смотри как и меня видео я же вы еще такое интересный материал увидите смотрите вешенка как страна контраста да вот ну и вот представьте если если у вас на витрине на прилавке красуется вот такие грибы естественно что не останется ни одного человека который посмотрел на такую красоту сможет остаться равнодушным и не пожелает все таки сравнить чем отличается одна другой попробовать это дело на вкус видите еще зеленые такие какие-то водоросли это уличная вешенка просто то что быстренько успел то что сейчас срочно нужно вываливать вываливать зерно из кастрюль я просто любуюсь любуюсь на эту красоту так что давайте дерзайте выращивайте розовую вешенку чтобы на каждой витрине в каждом овощном ларьке ятки и так дальше где продаются помидоры огурцы все остальное любой человек мог спокойно купить себе и попробовать вешенку разных цветов разных вкусов вот такая красота с вами был макс селлер на канале фанимашку скул следите за дальнейшими публикациями и не забудьте подписаться на канал